Всем привет! Сегодня будем смотреть мой плодовый сад, мои кустарники. Вообще, я покажу вам вот этот участок земли и продолжение моего рум-тура, часть третья. Изначально на этом клочке земли у меня росли дубы. Если вы посмотрите вот туда, то увидите, что по ту сторону у меня лес. И, к сожалению, очень много больных дубов. То же самое было на этой части участка, поэтому дубы нам пришлось спилить. Очень сложная вот эта зона оказалась, потому что мы выкорчевывали корни. А тут работала техника. Потом все эти корни убирали вручную, потому что стоило куда-то копнуть, обязательно попадался какой-то дубовый корень. И когда сделали вот эту тяжелую работу, тяжелую часть на участке, я стала потихонечку засаживать свой плодовый сад. Все деревья сажала я сама. Все это случилось не в один год. Наверное, года три постепенно я досаживала. И именно тут я сама сажала газон. Газон тут я села сама. Игорь мне говорил, остановись, пусть все будет так. Тогда не было денег, не было рабочих. Но мне просто приспичило посеять эти газоны. И как только я их посеяла, моя душа была спокойна. Потому что сад сразу преобразился, все стало вот такое красивое. Сейчас сад, конечно, набирает обороты. И с каждым годом растений все выше, все больше. И в этом году первый раз я получу с этого молодого сада свой урожай. Это самая большая яблоня в этом саду. Я ее пересаживала с соседнего участка. То есть она уже была крупным и большим растением. А остальные растения я все покупала. Тут у меня растут черешня, абрикос, растет слива, растет вишня. И вот это вот все яблони и груши. На первый взгляд может показаться, что растений очень много. Но части яблонь колоновидные. То есть с них не будет такого большого урожая, как, например, с этого дерева. С этой части участка мы перешли. И посмотрите, вот тут вот у меня растет черная смородина, белая смородина, красная смородина. И растет крыжовник. А, кстати, еще жимлость растет. Все у меня, как обычно, под укрытым материалом. Это материал плохой хозяйки, плохого садовода или просто лентяйки. Но это шутка. Он меня очень сильно спасает. Я реально не палю. И на урожай это никак не влияет. Наоборот, я собираю огромные ведра. Хотя, видите, смородина тут маленькая. Как и у многих дачников, в этом году у меня просто какое-то сумасшедшее нашествие тли. Я обрабатывала сад, наверное, раза четыре. И вот только сейчас она немного спала. Но скрученные листья у деревьев остались. А еще в этом году были какие-то грибковые заболевания. Лечила смородину. Просто какой-то кошмар. Но это не только у меня. Это у многих в этом году из-за жаркого-жаркого мая, из-за теплого начала лета. А потом, как и у всех, у меня стало не очень тепло. Тут вот вишня, черешня, дюки. Это гибриды черешни и вишни. Вот тут вот у меня посажен молоденький абрикос. Однолеточка. Еще даже не сформирован. Вот это все яблони и груши на этой территории. Сейчас газон, конечно, у меня в плачевном состоянии. Потому что прямо на данный момент тут была стройка. Заливали вот эти все дорожки. Да еще после прошлого года мой газон никак не отойдет. Потому что, когда я была беременна, ухода тут должного, честно вам скажу, не было. Чтобы не торчали вот просто эти деревья, я сделала вот такой небольшой цветущий миксбордер. Он цветет у меня весь сезон. Сначала тут цветут пионы, тюльпаны, ирисы. И вот сейчас лилейники, хиноцеи, вы можете это видеть. И в моем инстаграме я часто отсюда выкладываю фотографии. Ну и сейчас это смотрится приятно глазу. С этой стороны у меня вот такая аллея из кленов. А вот об этом сооружении я вам обязательно расскажу. Но в следующем видео. Так что увидимся. Всех целую. Пока.